Пожарные узнали о возгорании примерно в три часа дня. К моменту прибытия спасателей в 12-ти подъездном доме полыхала крыша. На любительской съемке видно, как из черного плотного столба дыма появляются языки пламени. Площадь кровли позволяла огню разбушеваться, что называется не на шутку. Однако действия спасателей позволили локализовать огонь. Очевидцы пожара говорят, что все произошло моментально. С этой стороны у меня окна. Смотрю, дым идет. И стук такой страшный. И дым черный повалил. Выскочили у соседей. Спрашиваем из этого подъезда. Девочка в седьмом классе учится в этой квартире. Но, видимо, что-то или замкнуло, или загорелось. Она с мокрой тряпкой выскочила и визжала на весь подъезд. Вот вызвали пожарную. Вот результат. По одной из версий, компания молодых несовершеннолетних людей сидела в квартире и замкнула проводка от гирлянды. Самостоятельно потушить огонь у них не вышло. По предварительным данным, в пожаре пострадал несовершеннолетний ребенок, девочка, ученица седьмого класса. На данный момент она с травмами различной степени, тяжести, в основном это ожоги, получает медицинскую помощь. Вот в автомобиле реанимации, которая находится за моей спиной. Жизни девочки ничего не угрожает. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов из двух подъездов. Это около 50 человек. В том числе и маломобильных граждан. Локализовать возгорание получилось только через час, а полностью затушить еще через 30 минут. Пострадала в основном квартира та, которая горела. Одна комната выгорела полностью, остальные комнаты пострадали в результате вторичных факторов пожара. Ну и по квартирам, те, которые расположены на пятом этаже, то есть вода имеет свойство просачиваться, то есть водой маленькая квартира залила. Причину пожара и все обстоятельства возгорания установит следствие. Администрация Октябрьского района решает вопрос о восстановлении кровли за счет фонда капитального ремонта. Борис Депо Федчеслав Батоев. Новости дня.